Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Светлана и вы на канале Ботани Бел. Сегодня 15 августа и я хочу показать вам, как цветут, некоторые зацветают, некоторые отцветают метельчатые гортензии. Погулять по саду, посмотреть сорта. Наш сад еще совсем молодой, он был высажен частично весной 23 года. Что-то осенью было высажено 23 года и что-то докупалось сейчас в 24 году. Также, конечно же, у нас есть новинки. Мы еще делаем новую клумбу, готовим под метельчатые гортензии. Обязательно снимем ролик, как мы подготавливаем землю, как будем их высаживать. А сейчас просто полюбуемся этой невероятной цветущей красотой. Пастель Грин зацвела самая первая в нашем саду. Она зацвела в первых числах июля и до сих пор радует своей красотой. Посмотрите, какая она красивая, ровная. Саженец еще совсем молодой, ему третье лето. Но он очень-очень красивый. Пастель Грин. Граффити. Саженец и второе лето. Он еще совсем молодой. Он тоже уже окрашивается в яркие краски. Это самая яркая гортензия в нашем саду. Самарская лидия. Она в этом году почему-то очень маленького роста. Но цвет у нее самый-самый яркий. Самарская лидия. Лайм Лайт Прайм. Тоже еще совсем молодой саженец. Из черенка прошлого года. Невысокого пока роста. Ну, красиво. Лайм Лайт Прайм. Наши новые приобретения гортензия Пиксио. А это какая красота. Саженец, конечно, очень плохо сформирован. Он очень слабенький. Посмотрите, какие красивые цветы у Даймонд Руш. Невероятно красивые. Я думаю, что во взрослом состоянии эта гортензия просто шикарная. Строубери Блоссом не цветет. Надеюсь, что она из черенка прошлого года набирает свою силу. Наращивает корневую систему. И в следующем году она себя покажет. Хотя она уже закладывает бутоны. И я думаю, что если будет теплый сентябрь, и ее цветение мы также увидим. Фантом уже отцветает. Также он из черенка прошлого года. Четыре крупных соцветия у него. Далее наша красотка Ванила Фрайс. Посмотрите, какая она яркая становится, красивая, с белоснежной верхушкой. Очень красивая. Кто-то писал в комментариях мне на Фрайс Мельбу, что это Ванила Фрайс. Но мне кажется, если знать гортензии, видеть их вживую очень сложно перепутать. Ванила Фрайс и Фрайс Мельбу. Это Ванила Фрайс. Литтл Фреско. Уже хороший, крепкий саженец. С такими прочными красными побегами. Но очень поздно у нас зацвел. Думаю, что это и саженец молодой, и была очень короткая обрезка. Но если будет теплый сентябрь, то мы обязательно увидим цветение данной гортензии. Это наш полярный медведь. Он был поражен клещом. Мы его долго лечили, обрабатывали. Он еще пока такой маленького роста, но он, конечно, красив. Светил свои головы. Пока еще молодой себя не держит совсем. Но я думаю, что через пару лет он будет шикарный. Это малышка Фрайс Мельба. У нас два куста. Один куст уже показал свою красоту. А здесь еще кустик пока набирает свои обороты. Но уже окрасился в ярко-малиновый цвет. Вот резные лепестки Фрайс Мельбы. Он здесь больше находится на солнце, поэтому быстрее красился. Красивая гортензия Фрайс Мельба. Рояль флауэр. С огромными-огромными шапками. Также эта гортензия является раннецветущей. Зацвела у нас одна из также первых, как и Пастель Грин и Вимс Рэд. Огромнейшие шапки. Огромнейшие. Она стоит в опоре. Так как были сильные дожди и ураган, конечно же, она полностью развалилась. Но красотка. Рояль флауэр. Бисвит только начинает зацветать. Но думаю, это будет невероятная красота. Начинает выпускать свои розочки. Это тоже черенок прошлого года. Был коротко обрезан. Набирает пока свою всю силу. Но очень жду его цветения. Бисвит. Паларфу коктейль. Как же еще только начинает зацветать. Я думаю, что он еще успеет показать свою красоту. И это шикарный бонфаер. Просто шикарный. Просто огромный куст. С огромными-огромными шапками. Он, конечно, не зря в прошлом году стоил таких огромных денег. И так его рекламировали. Очень красивый куст. Прочный, ровный, не подвязан. Выдержал все ливни, все ураганы. Шикарно. Он только начинает еще окрашиваться. Посмотрите, какие у него огромные лепестки. Просто огромнейшие. Здесь вот он уже больше окрашивается. Растет у нас на полном солнце. Шикарный, ровный, красивый куст. Бонфаер. Мэджикал Мон-Лан. Такой же, ровный. Такой же, прямо стоящий. Такой же, на прочных побегах. Не подвязан. Очень красивый куст. Туго набитая шапка. Белоснежный. Вот такие красивые строения лепестка. Шикарный. Мэджикал Мон-Лан. Пандалус. Еще тоже совсем молодой кустик. Из черенка прошлого года. Набирает свою силу. Вот здесь вот у него сломана была макушка. Поэтому он такой как бы не вытянутый. Но вообще у него вытянутые бутоны. Красивый куст. Еще, думаю, неделю или две он будет ярко-ярко-малиновый. Красавчик Скайфолл. Скайфолл очень красивая гортензия. Очень. У него такие лепестки. Шикарные. Все цвете раньше зацвело. Вот молодые. Молодые, конечно, очень красивые. Мы сейчас с мужем готовим клумбу для новых посадок метельчатой гортензии. Будет рядом у нас Скайфолл, Литл Фреско и Кандилав. У них всех не похожи, но чем-то схожи лепестки. Думаю, что в следующем году уже можно будет сравнить с чем они похожи. Гортензия Пинк Энд Роуз выросла у нас очень большого роста. Она уже где-то метра полтора, но только стала закладывать свои бутоны. Хотя в прошлом году она цвела одна из первых. Я надеюсь на тепло и мы увидим ее красоту. Прайс Мельба. Вот такой вот шикарный может быть куст при короткой обрезке, подкормках. Многие говорят, что фрайс Мельба проблемная. Не знаю, у нас пока вот цветет не раньше всех, но я скажу, что наравне со всеми. Ее резные лепестки очень красивые. Она уже начинает окраску. Шикарная краска. Хотя этому саженцу четвертое лето. Вимс Ред. Также зацвела одна из первых. В первых числах июля была белоснежная, красивая, ажурная. Уже начинает она цветать. Опускает свои лепестки. Пока у нас еще совсем молодой куст, плохо сформирован, но я думаю, еще пару лет. И это будет шикарное растение. Вимс Ред. Геркулес. Красавчик Геркулес. Стоит без опоры, без подвязки, на прочных побегах. Ну, еще совсем молодой саженцу. И, конечно же, наш любимый Лайм Лайт. Уже начинает красиво розоветь. Очень красиво. Один из любимых. Мы из маленького-маленького черенка смогли сформировать штамп. И сейчас данной гортензии всего лишь третье лето. Лайм Лайт. Всем огромное спасибо за просмотр. Делитесь в комментариях, какая ваша самая любимая гортензия. Всем хорошего дня! спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...